различных задач, как решенных, так еще и нерешенных, как фундаментальных, так и чисто прикладных, например, как создание интенсивных источников излучения, детекторов, применение всего этого в медицине и так далее. В настоящем докладе мы в основном будем говорить о различных процессах излучения и ионизационных потерях энергии. Вначале мы введем такой, со всех сторон рассмотрим такой важнейший параметр, который определяет развитие электродинамических процессов при высоких энергиях и длина формирования. Затем обсудим, что такое полуголые частицы, откуда они вообще берутся и как полуголость частицы влияет на характеристики взаимодействия этой частицы с веществом. Этот вопрос мы рассмотрим на примере тормозного и переходного излучения, а также ионизационных потерь энергии в таких частицах. Ну и в конце концов даже немножечко попробуем залезть в астрахисику. Данная область исследования была в значительной степени инициирована работами таких замечательных теоретиков, как у Михаила Львовича Термикаэлянг и Евгения Голича Фейнберг. Термикаэлянг был аспирантом у Фейнберга, и по его руководствам сделал работу о тормозном излучении ультраэлектрических электронов, которые проходят сквозь кристалл. Результат этой работы свидетельствовал о том, что на характеристике излучения электрона, проликающего через кристаллы, существенно влияет интерференция излучений электрона при рассеянии на отдельных атомах кристаллы, и даже возможен эффект конкурентного усиления излучения. Фейнберг предложил Термикаэляну доложить эту работу перед Ландау, чтобы Ландау высказал свое мнение о этой работе. Но как только Термикаэлян начал такой доклад, Ландау его сразу перебил и высказал предположение, что, возможно, все-таки речь в этой работе идет о частицах низких энергий с большой длиной полны депроиля, на которой может поместиться много атомов кристаллов, таким образом возникнет интерференция. Но Термикаэлян ответил, что нет, речь идет об излучении частиц высоких энергий с маленькой очень длиной полны депроиля, на которой она разве что один атом кристалл поместится. На что Ландау сказал, что в таком случае никакой интерференции, никакой конкурентности быть не может, и мне в чем тут роверить. Ну и, вероятно, на это догадок не закончен. Но впоследствии все участники этой ультро-круппы дискуссии несколько переосмыслили результат Термикаэляна и осознали его правильность. В результате такого переосмысления, например, Фейнберг пришел в понятие полуголых частиц, а Ландау и Померачук, которые также присутствовали на этом докладе, предсказали свой знаменитый эффект, речь о котором пройдет несколько позже. Откуда же берется когенетность и интерференция там, где, по мнению Ландау, ее не должно сборить? На самом деле аргументы Ландау были полностью резонны. Действительно, из оптики, радиофизики, акустики было известно, что если излучение создается несколькими источниками, то возможен эффект когенетного усиления излучения, который состоит в том, что суммарная интенсивность излучения оказывается пропорциональна не количеству источников, а квадрату количества источников. Такой когенетный эффект возможен для себя. Волны, излучаемые различными источниками, имеют очень маленькую разность фаз. И вследствие интерференции усиливают друг друга. Какая ситуация возможна тогда, как было известно? Когда все источники излучения находятся в пределах длины волны излучения. Либо если в пределах длины волны излучения вкладывается система из нескольких атомов, на которых излучающаяся частица рассеивается. Ну или, как говорил Ландау, если система атомов, на которых рассеивающаяся частица излучает, или рассеивается, да, укладывается на длины волны Дебруэля частицы, когда налетающая частица как бы одновременно в своей надействии со всеми этими атомами возникает в период. Но ничего этого не было в задачи, которую рассматривал термикоэлян. Здесь и длина волны излучения, и Дебруэльевская длина волны налетающего электрона могли быть значительно меньше, чем нежатанные расстояния к кристаллической решетке, на которой рассеивался электрон. Но копирентный эффект при этом все равно существовал. Как впоследствии оказалось, помимо длины волны излучения и Дебруэльевской длины волны отлучающей частицы, есть еще некоторая третья длина, которая и является определяющей для процесса излучения при высоких энергетах. Эту длину можно вычислить следующим образом. Когда частица рассеивается на атомы и излучает, эта частица передает атому какую-то ипус. Без закона сохранения энергии импульса можно вычислить минимально возможный импульс, который эта частица передаст этому атому в направлении своего первоначального движения. Согласно сооружению неопределенности, этот импульс может быть передан только в пределах какого-то расстояния в направлении движения частицы. Вот это расстояние оказывается очень быстро растущим с ростом энергии частиц. И при достаточно высоких энергиях оно может значительно превышать нежаданные расстояния веществе. При этом излучение частицы на всех атомах, которые помещаются в пределах этой длины, имеет очень низкий по фазе. И могут сильно интерферировать и даже когерентно усиливать друг друга. Такая длина получила название длины когерентности или длины формирования в процессе излучения. Возможно, несколько более наглядно понятие длины формирования возникает классическая электродинамика. Для простоты будем считать, что рассеивающиеся частицы движутся практически в прямом. Здесь показано положение одной и той же частицы в разные моменты времени. Волны, излученные этой частицей в разные моменты времени, соответствуют вверх какую-то разность фаз, для которой можно очень просто получить следующее выражение. Эти волны будут в средстве интерференции усиливать друг друга. В том случае, если разность фаз между ними и ними будет меньше или порядка единицы. Если точно, то меньше, чем длина. Отсюда можно оценить промежуток времени, на котором все излученные волны имеют маленькую разность фаз и вследствие интерференции усиливают друг друга. Умножая этот промежуток времени на скорость частицы, можно получить эффективную длину эффективную длину участка траектории частицы, на котором все излученные волны складываются в фазе и усиливают друг друга. То есть, другими словами, это эффективный участок траектории, который вносит вклад излучения в данный угол. Или, с третьей стороны, это участок траектории частицы, с которой набирается излучение в данном управлении. Вот это и есть длина формирования в классической электродинамике. Здесь она представлена в рамках частоты излучения, здесь в рамках длины волны излучения. Самым замечательным является то, что то выражение для квантовой длины формирования, представленное на предыдущем слайде, в квазис классическом пределе полностью совпадается с этим выражением. Хотя, казалось бы, эти выражения были получены из несколько разных соображений. Из выражения длины формирования видно, что наибольшее значение длина формирования имеет для углов меньше, чем единица на гамму, где гамма – это лоренс-фактор частиц. Отсюда следует, что наиболее эффективно частицы излучают узкий колос в направлении своего движения с раствором единицы на гамму. Так как в этом направлении самые большие длины формирования. Если быть точнее, то основная часть излучения сосредоточена вблизи поверхности этого полоса. Для излучения под углом меньше, чем единица на гамма, меньше ли порядка, длина формирования пропорциональна квадрата энергии частиц. И при достаточно высоких энергиях может значительно превышать длину волны излучения. Вот даже, например, в миллиметровом диапазоне длинн-волн, который очень популярен в задатчике диагностики частиц, даже при не очень высоких энергиях, в нескольких десятках метров, длина формирования может достигать уже нескольких десятков метров. И поэтому превышать не только межатомные расстояния веществе, а вообще размеры всей лаборатории. Для длины формирования можно подступиться еще и с третьей стороны. Тоже классической. Равномерный, прямоимельно, движущийся вакуум электрон создает вокруг себя кулоновское поле, которое вследствие реликтивистских эффектов сжато в направлении движения частицы и растянута в увеличительном направлении. Если, ну, когда такой электрон влетает во внешнее поле и начинает рассеиваться, его кулоновское поле возмущается, переходит в какое-то такое неравновесное состояние, оно уже далеко не кулоновское, и на каком-то промежутке это поле постепенно перестраивается в новое равновесное кулоновское поле. В результате такого восстановительного процесса возникает излучение. При этом, вот на этом промежутке электрон, как бы он является беременным этим полем излучения, и в итоге он, как бы, извергает из себя. Так как излучение распространяется со скоростью света, а электрон движется несколько медленнее, то можно оценить расстояние, на котором вот электрон, да, его кулоновское поле электронное поле излучения разойдутся, ну, хотя бы на половину длины волны. В этом случае можно считать, что поле электрона сформировано, и излучение тоже сформировано. И вот для этой длины, да, получается выражение, которое опять же совпадает с той же самой длиной, как и веренностью. Хотя, опять же, тут мы получили его опять из нескольких иных соображений. Дальше. Ранее мы рассматривали ситуации, когда рассеивающая, когда излучающая частица рассеивается очень слабо, то есть она движется практически вдоль прямой. Однако, проходя через вещество, частица вследствие многократных рассеяний на атомах вещества может отклониться в результате на достаточно приличный угол. И это не может не сказаться на длины формирования. Действительно. Если, например, в пределах длины формирования частица отклонится на угол больше, чем единица на гамма, то есть на угол больше, чем угол раствора вот этого вот конуса излучения, то вот эта оставшаяся часть траектории уже не будет давать вклад излучения в первоначальном направлении движения частицы. То есть эффективная область траектории, с которой собирается излучение в данном направлении, она уменьшится. А это и есть длина формирования. Ну, явное выражение такими формированиями с учетом многократного рассеяния было получено в этой работе. Но это было уже потом. А вначале Ландау и Померанчук, они показали, что такое вот многократное рассеяние частицы в веществе приводит к значительному изменению спектра излучения частиц. Еще в 30-х годах Бетте и Гайдер получили выражение для спектральной плотности излучения, тормозного излучения частицы, проходящей через аморжную исследование. Это выражение оказалось независимым от частоты частиц излучения веществ. То есть конца. Но это выражение не учитывало многократное рассеяние частиц веществ. То есть при выводе этого выражения предполагалось, что частица практически по прямой. Ландау и Померанчук показали, что многократное рассеяние частиц веществе приводит к подавлению спектральной плотности излучения при мысных частотах по сравнению с формой БТК. Качественно проиллюстрировать причину этого эффекта можно в следующем образе. Если нету многократного рассеяния, то чем меньше частота излучения, тем больше дальнюю длина формирования. Однако в следствии многократного рассеяния как мы отметили, эффективная область, с которой собирается излучение в данном направлении, она уменьшается. Она может быть какой-то такой, да. Причем она одинакова, что для этого, что для этой частоты. Потому что эта длина определяется только областью, в которой частица рассеется, но удал больше, чем единица ногами. Соответственно, чем меньше частота, тем меньшая часть длины формирования вносит вклад в излучение. Соответственно, чем меньше частота, тем больше, тем более подавно излучение частота. Численно это отображается в игру. Самое замечательное в этом всем было то, что Ландау и Памеранчук благодаря своей мощной физической интуиции получили качественно правильный результат на основе не совсем корректных математических преобразований. Аккуратную математически корректную теорию вот этого эффекта последствия построены в дал. до этого мы интересовались исключительно излучением, которое возникает, когда частица рассеивается. Ну, давайте теперь обсудим, что происходит с самим улоновским полем в частицах, когда эта частица рассеивается. Пусть теперь электрон движется вдоль из Z и в прямой момент времени рассеивается на большой руках. Как было показано в этих работах, суммарное поле в пространстве после рассеяния разбивается на две части. Первая часть находится в области докуда на данный момент времени еще не успел принести сигнал о том, что электрон рассеялся. Эта область находится вне сферы радиуса CD, где это скорость света, с центром до точки, где произошло рассеяние. В этой области поле представляет собой то же самое кулоновское поле электрона, которое приспокойненько движется в первоначальном направлении, совершенно не подозревая о том, что электрон уже рассеялся и летел в этом направлении. Внутри же этой области сигнал рассеяние уже успел распространиться, поэтому поле здесь совпадает с кулоновским полем электрона, которое движется в направлении. Но это поле таково только внутри этой сферы. Таким образом все выглядит таким образом так, что как будто в момент рассеяния кулоновское поле срывается с электрона, и двигаясь в первоначальном направлении постепенно перестраивается в сферические расходящиеся волны тормозного излучения. А в направлении рассеяния при этом улетает электрон, который вначале вообще не обладает никаким полем. Все поле с него сорвалось. И только через какой-то промежуток времени этот электрон наконец-то нарастет всегда равновесная кулоновская поле. если например разложить поле рассеян рассеян поле на поле то мы увидим что в этом разложении или в этом поле в течение длительного времени после рассеяния отсутствует часть компонентов поле по сравнению с равновесом поле электроны. причем каждая компонента ве с определенной частотой в этом поле восстанавливается до своего равновесного кулоновского значения лишь на расстояние точки рассеяния которая совпадает с длиной формирования. А это расстояние как мы отмечали может быть очень огромным десятки и сотни лет. Такую картинку эволюции поля предложил который электрон без полноценного кулоновского поля назвал полугодным электроном. Дальнейшие исследования показали что полугодное состояние электрона в котором электрон может быть на десятках на сотни метрах после рассеяния оно может существенно влиять на характеристики взаимодействия электрона с существами. В частности это полуголое состояние электрона может проявляться при его последующих рассеяниях на атомах вещества. Действительно если например электрон сразу после рассеяния на первом атоме столкнулся со вторым атомом то в момент столкновения со вторым атомом электрон полуголый будет в следствии первого рассеяния. соответственно у него не будет кулоновского поля которое он сможет вот здесь сбросить и которое потом превратится в тормозное излучение. Поэтому происходит такая немножко парадоксальная ситуация электрон в этой точке рассеется но при этом ничего не излучает. Излучение возникнет только если следующее столкновение будет на большом расстоянии после предыдущего так что электрон успеет остановиться в кулоновской поле и ему будет что сбросить. Самое замечательное здесь то что это не просто мысленный эксперимент а такой процесс проявляется например тормозном излучении электрона при пересечении им тонкого слоя вещества. В этих работах было показано что если толщина слоя вещества значительно меньше чем длина формирования то формулы Ландау Паниранчика и Микала не справедливы для официальной спектральной плотности излучения электрона в этом случае. Но самое замечательное и самое удивительное вообще в этом это то что спектральная плотность излучения то есть количество излученной энергии не зависит практически не зависит от толщины слоя то есть все выглядит так как будто электрон придев в пластинку только на начальном этапе своего пути излучает а потом вследствие многократного рассеяния становится настолько растетым что излучать перестает то есть электрон продолжает рассеиваться но уже не излучает поэтому как бы добавляя толщину определенных пределов количество излученной энергии это не мягкое если эффект планового нейрончика металла был впервые экспериментально подтвержден в Стэнфурде спустя 40 лет после того как он был теоретически предсказан то здесь наверное немного меньше лет прошло практически 30 лет этот эффект так же точно наблюдался на ускорителе СПС ЦЕРН и эта вот фраза одного из экспериментаторов неоднократно цитировалась во многих подкладах на эту тему встроенной 11-м эпидро дальше пожалуйста на самом деле пол было состояние частиц или аналог этого состояния возникают не только электродинамики впервые введены они были фрейнгер как и в электродинамике а например также в процессах сильных цельнодействия то есть в процессах с участием адрона ну например фрейнгер в своей работе приводил пример процессов это называемый процесс дефекционной диссоциации электронов и процесс потери энергии протонов и его рассеянная электрона процесс дефекционной диссоциации это процесс распада диэтрона на нейтрон и протон при рассеянии диэтрона на нейтрон. При этом, однако, не получается, что время, в котором необходимо диэтрону, для того, чтобы распасться на нейтрон и протон, это время не может быть меньше, чем время, которое необходимо световому сигналу, чтобы распространиться по объему нейтрона. Это время оказывается в гамма-квадрат раз больше, чем время взаимодействия нейтрона с нейтроном. То есть нейтрон проведет взаимодействие с нейтроном, а потом вот на всем этом промежутке как бы происходит формирование независимого протона и нейтрона. То есть на этом промежутке протон и нейтрон находятся в таком-то таком возбужденном состоянии, которое подобно состоянию полугулого нейтрона. Далее, экспериментально было обнаружено, что потери энергии протонов при взаимодействии с ядром, например, в рассеянии, практически не зависят от массы и, соответственно, от размера этого ядра. То есть все выглядит так, как будто протон, провзаимодействовав с первым уклоном, теряет свою пимизонную штуку, посредством которой происходит взаимодействие, и далее летит по уголам состояния не взаимодействие с ядром. Поэтому от размера ядра уже ничего не зависит. На самом деле процесс рассеяния не обладает монопойным правом на создание полуголых частиц. Электрон может лишиться своего поля, например, просто пересекая металлическую, проводящую пластинку, тонкую проводящую пластинку в парку. Совершенно при этом не растет. При этом все происходит так, как будто в момент пересечения электронов пластинки его пулоновское поле отражается от этой пластинки и улетает в обратном направлении. А электрон, который пересек пластинку, остается без поля, так как его поле отразилось и улетело. И только спустя какой-то промежуток времени этот электрон наконец-то восстановит свою пулоновскую полю. Как мы видим, вот структура полей в этом процессе, да, при пересечении пластинки, она аналогична структуре полей после рассея. И если излучение, которое превращается, вот это вот снорбавшееся при рассеянии, который называется тормозным излучением, то излучение, которое превращается вот этого отразившееся пластинку в поле электрона, известно как переходное излучение. Дальше поговорим. Вообще переходное излучение является крайне важным процессом в физике высоких энергий. Оно имеет большое значение для задач, связанных с регистрацией частиц высоких энергий, и для задач, связанных с диагностикой пучков частиц высоких энергий. В 1946 году Гиннус и Франк теоретически предсказали, что при пересечении заряженной частицы границы раздела средств различными диагностическими проницаемостями должно возникать излучение, которое авторы назвали переходным излучением. Наиболее простой вид выражения госпектральной угловой плотности этого переходного излучения имеется в ситуации, когда заряженная частица перескает границу между вакуумом или вакуумом. Причем это выражение так выглядит в упере электрическом случае. В этом случае это выражение для переходного излучения можно посчитать просто как выражение для тормозного излучения, которое возникает, когда электрон и его изображение в металле сталкиваются и останавливаются в одной точке. То есть точки зрения внешнего наблюдателя, процесс переходного излучения и тормозного излучения они некоторым в смысле регионерам. Ну, все это время, в течение многих лет, очень много работ вышло по переходному излучению. В основном в этих работах изучалось переходное излучение электронов, который в момент падения на пластинку обладает равновесным кулоновским полем. То есть этот электрон должен быть бесконечно долго двигаться в равномерной прямолемии до того, как упал на пластинку. Возникает в связи с этим вопрос, как будут меняться характеристики переходного излучения электрона, если падающий на пластинку электрон будет обладать не совсем кулоновским полем. А каким-то неравновесным будет. Ну, например, такая ситуация может возникнуть, если электрон перед тем, как пересечь пластинку, рассеется на большой пункт. В таком случае, если мы расположим пластинку не очень далеко от точки рассеяния, то мы сможем наблюдать переходное излучение назад, которое возникает при пересечении этим полуболным электроном этой пластинкой. Ну, выражение для этого спектрально-глубовая плотность этого излучения имеет следующий вид. Это выражение отличается от соответствующего выражения для электронно-скулоновским полем таким интерференционным множителем, который зависит как от расстояния между точкой рассеяния и пластинкой, так и от частоты излученных вод, которые входят сюда вот в длину формирования. Здесь на графике представлено сравнение характеристики переходного излучения полуголого электрона и электрона, который обладает равновесным полемостным полемостом. Отсюда мы видим, что характеристики излучения полуголого электрона сильно отличаются, вообще говоря, от характеристики излучения обычного электрона. Причем возможно как подавление излучения полуголого электрона по сравнению с одетым электроном, так и четырехкратное усиление этого излучения, в зависимости от расстояния между точкой рассеяния и пластинкой, и угол, по которому мы смотрим излучение. Здесь зависит от излучения. Ну вот эта задача о переходном излучении полуголого электрона, она может представлять интерес для задач, связанных с диагностикой посредством переходного излучения параметров выведенных пучков. Например, это могут быть пучки, которые выведены из первоначального линейного пучка или пучки, которые выводятся из накопительных колец циклических ускорителей. Эти пучки при определенных условиях как раз и могут представлять собой пример пучков, состоящих из частиц из полуголых частиц. Здесь еще такое дополнение. На самом деле электрон может оказаться без своего поля, не только пересекая пластинку, для этого ему достаточно просто пролететь рядом с этой пластинкой. В таком случае электрон потеряет лишь часть своего поля, но эта часть также точно будет восстанавливаться достаточно долго на других формерах. В результате такого постановительного процесса также точно возникает излучение, но в этом случае это излучение называют дифракционным. Когда электрон не пересекает пластинку, а пролетает... Дальше. Несколько лет назад, шесть лет назад, в Томске решили проявить, действительно ли вот здесь вот никакого поля нет. Для этого за первой пластинкой, ниже по течению электрона, расположили вторую пластинку. Если бы здесь было поле, то новая кладая на эту пластинку отражалась и попадала в детектор. Но вышло так, что детектор никакого поля не зарегистрировал. Поэтому такая картинка вот, сдирания поля, она, по крайней мере, качественная для работы. Еще одним очень важным процессом физики высоких энергий является процесс ленизаслонных потерь энергии в частицах. Особо важен этот процесс в физике детекторов. Многие детекторы как раз и основаны на ленизационном эффекте. При этом, это как раз пример процесса, в котором также точно могут при определенных обстоятельствах существенно проявляться эти большие длины формирования и полуполосы частиц. Ну, в начале, в качестве введения, пару слов об ленизационных потерях обычных. Частиц равновесны полуполосным полем. Двигаясь в веществе, заряженные частицы теряют часть своей энергии на возбуждение и ионизацию атомов вещества. Эта часть как раз и составляет ионизационные потери энергии частиц. При не очень высоких энергиях релятивистской частицы, ее ионизационные потери логарифмически растут с ростом ее энергии и определяется формулой бета-блох. А стоит отметить, что формула бета-блох не учитывает эффекта поляризации вещества. То есть, при выводе формулы бета-блох использовалось выражение для логарифмического поля электрона, которое совпадает с этим же выражением 2. Однако с ростом энергии частицы, на величину ее ионизационных потерь начинает оказывать влияние поляризация вещества поля частицы. Эта поляризация приводит к частичной экранировке этого поля на больших расстояниях от частиц. В этом случае, если таких высоких энергий, для электроны это больше, там, не 150 метров. В этом случае ионизационные потери уже не зависят от энергии частицы и выходят на платформу. В этом случае они определяются формулами, в которой было получено Энрико Ферн. Ну и потом дополнено с Шетерн-Вейнером. А вот этот вот эффект уменьшения ионизационных потерь при высоких энергиях, по сравнению с результатом бета-плохо, получил название «эффектор плотности». Однако формула Ферни, формула бета-плохо, ну формула Ферни, еще она известна как формула бета-плохо с поправкой на эффект плотности. Эти формулы, они справедливы в числе, которое можно считать безграничным и одновым. Как было показано Горильяном, в достаточно тонких пластинках потери энергии происходят абсолютно без никакого эффекта плотности. и потери энергии частиц, проходящих ионизационных картелей, проходящих через тонкостоль вещества, логарифмически растут с ростом ее энергии, прибыльных энергиях или низких частиц, и не выходит на плотность. Экспериментально этот эффект впервые наблюдался у нас в институте в 1963 году. Здесь измерялись ионизационные потери электронов в тонких пластинках полистирола. Это были пластинки либо с толщиной 10 нанометров, которые в данном случае можно считать тонкими. Либо пластинки с толщиной 20 микрон, которые в данном случае можно считать бесконечно толстыми. И что наблюдалось? В толстых пластинках наблюдалась полная независимость ионизационных потери электрона от энергии, то есть эффект плотности. В тонких пластинках, при тех же самых энергиях, ионизационные потери на электричестве росли с ростом энергии электрона. Эффект плотности отсутствовал. В чем вообще причина? Отсутствие эффекта плотности, В чем вообще причина отсутствия эффекта плотности? В тонких пластинках, то есть эффекта гряда. Дело в том, что при влете заряженной частицы вещества происходит перестройка окружающего частицу поля, которая сопровождается возникновением переходного излучения. При этом в непосредственной близости от границы вещества вследствие непрерывности потенциальных компонентов электрического поля, суммарное поле вокруг частиц практически совпадает с полем частицы в вакууме. Поэтому здесь ионизация происходит в соответствии с формой электроблока, то есть без эффекта плотности. При этом стоит заметить, что несмотря на то, что перестройка поля частицы может происходить на достаточно больших расстояниях, которые определяются длиной формирования процесса переходного излучения, перестройкой ионизационных потерь от потерь без эффекта плотности к потерь с эффектом плотности. Происходит на очень маленьких расстояниях от границы, которые определяются длиной поглощения веществе, компоненты переходного излучения, которые дают основной вклад в реализацию. Вот как раз эти расстояния, эти длины поглощения и определяют толщины в которых имеют место эффект для ребят, то есть подавление эффектов плотности. Эти толщины, как было сказано, очень малые. они составляют где-то несколько десяток долей микрона. На самом деле, можно поставить задачу по-другому. Можно поставить задачу так, что ионизационные потери частицы будут отличаться и от формулы бета-плоха, и от формулы фермы, причем на очень больших макроскопических расстояниях вдоль траектории частицы. Можно просто перевернуть задачу вверх ногами. Можно рассматривать не углет частицы из вакуума вещества, а вылет частицы из вещества в вакууме. Впечатления показывают, что в этом случае поле частицы сразу после вылета из вещества практически совпадает с полем частицы внутри вещества. По крайней мере, это касается компонентов фурье, которые дают основной вклад в реализационные потери. Только на достаточно большом расстоянии от границ вещества электрон или частицы, вообще говоря, восстанавливает свое элитоновское поле и от него отделяется электронное вещество. При этом в этом поле электронов, может быть, если вылетает вещество, опять же, как и в поле рассеявшегося электрона, отсутствует часть компонентов фурье по сравнению с равновесным голодовским кожей. То есть, этот электрон является полуголовой. Поэтому, располагая где-нибудь в этой области пластинку, можно измерять реализационные потери полуголовой электрона в этой пластине. массаж donovia причем т.е. вакууме отсутствует поглощения. С posso продавав пластинки и системы, которое вакууме отсутствует, а расстояние, в пределах которого происходят заметные изменения полиэлектрона. То есть это расстояние без длина формирования. Она может быть очень большей. Ну вот вычтение показывает, что так и получается. Здесь представлен график зависимости ионизационных протеек электронов пластинки от расстояния между пластинкой и веществом, из которого электроны вылетают. Отсюда видно, что с увеличением вот этого расстояния происходит логеритмический рост ионизационных потерь электронов пластинки от назначения с эффектом плотности, которая появляется в этой форме, до значения без эффекта плотности. Тут есть еще добавка, связанная с дополнительной ионизацией, которая осуществляется вот этим вот переходным излучением. При этом стоит отметить, что вот это вот расстояние, в пределах которого происходит заметное изменение ионизационных потерь в пластинке, оно может быть большим макроскопическим. Например, при энергии электронов 100 Г это расстояние может достигать 10 метров. Поэтому вот такой эффект, да, он вполне может наблюдаться на современном пластинке. Дальше. Стоит отметить, что 6 лет назад на ускоритель СПС в ЦЕРН уже был поставлен эксперимент, целью которого было наблюдать влияние перестройки поля электроны при его влете веществом на ионизационные потери этого электронов. В этом вещество. То есть постановка задачи, она соответствует постановке задач как у перега и противоположно той постановке, которую мы обсудили на предыдущих сайтах. При этом, однако, пластинки они использовали достаточно толстые. И практически вот никакого эффекта не наблюдалось. Ну, если применить вот такую постановку задач, которую мы обсудили до этого, то эффект в принципе должен быть значимым. Ну, под конец хотелось бы еще упомянуть о том, как полуголые позитроны помогли решить, ну или по крайней мере, помогли предложить вариант решения одной загадки, связанной с радиоизвлечением пульсаров, которые вот уже 20 лет удоражат умы астрофизическое общество. Ну, вначале пару слов о том, что такое вообще пульсары. Пульсары были открыты в 67 году аспиранткой Джоселин Вэлл совместно с ее научным руководителем Антони Хьюиш. Ну, собственно, нет. Рано еще. Что они наблюдали? Вставил, что я наблюдал. Они наблюдали просто периодическое радиоизвлечение, которое приходит к нам из космоса. Строго периодическое. Вначале подумали, что это, наверное, есть просто сигнал. Это какое-то существо приобретено. Правильно. Правильно. Всяти метровые волны. А где-то? И припеваться. Наверное. Да. То есть подумали, что это просто сигнал от внеземных цивилизаций. И эти работы засекретили. Ну, практически сразу было предложено объяснение этого излучения, как излучение создаваемого быстро вращающейся нейтронной звездой. И какие нейтронные звезды получили название курсаров, а Юрич получил Нобелевскую премию. Белл, как и полагается, не получила ни название, ни Нобелевскую премию. Ну, согласно современным представлениям, пульсар представляет собой нейтронную, быстро вращающуюся нейтронную звезду, которая обладает очень сильным магнитным полем. Причем, вообще говоря, ось вращения пульсара не совпадает с магнитной осью. Из северного и южного полюса этой звезды вырываются узконаправленные пучки излучения в широком диапазоне частей. От радио до гламоквально. Так как эта звезда вращается, то этот узконаправленный пучок описывает какой-то телесный угол. И совершенно случайно в этот телесный угол может попасть радиотелескоп, который находится на планете Земли. Таким образом этот телескоп будет фиксировать периодически короткие радио-гинкисы. Но не только радио. А откуда там когда позитроны или электроны? Ну, об этом мы скажем чуть позже. Так при вращении возникает. Понятно. При помощи позитронов... При помощи позитроны не будут излучать. Понимаете, вопрос? Да. Вопрос откуда там электроны вообще? Откуда в нейтронной звезде электроны? Электроны. Да. Ну это резонный вопрос. На самом деле, как говорят нейтронная звезда, это, наверное, не значит, что она только из нейтронов состоит. То есть поверхностные слои нейтронной звезды, они, ну там по-моему считается, что они из атмосферных состоят. То есть там еще и нейтроны. Ну и в конце концов нейтрон там может распасться, но в какой-нибудь назван есть. То есть так. Ускоряться должен, я скажу, да? Ускоряться должен, я понимаю. Ну, и ускоряться потом. Ну, сейчас начали. То есть электроны там есть изначально в этих поверхностных слоях, потому что при поверхностных слоях там могут быть вообще не нитры. А там, ну, атом. И реза, и нитры. И вообще. Что было изначально вот этой сверхновой, которая колоксировала вот этот пупсат. Вот. Да. Давайте дальше. Ну, на самом деле, все еще интересным случаем является случай, когда магнитная ось является практически перпендикулярной оси вращения пупсата. Такая ситуация, скорее всего, имеет место в пупсаре, который находится в коробовидной туманности. Это сам наиболее хорошо излучивающий пупсар в данный момент. Его больше всего исследуют. В таком случае телескоп, который находится у нас на Земле, может попадать в излечение не только от северного, например, полюса, а и от южного полюса. Поэтому за один период вращения пупсара телескоп будет фиксировать два всплеска излечения. От северного полюса и от южного полюса. Эта нейтронная звезда, вращающаяся нейтронная звезда, пупсар, окружена вокруг всей электрон-базитронной флазмы. В этом северном... Сейчас еще можно вопрос. Значит, возле вращения. Откуда известно? Вот это по излучению можно как-то понять. А то, что вращается вращение вокруг другой оси? Это каким образом, которые установлены? Ну, есть там разные методы и по характеристикам излучения, и по... Где-то не новинцы. Нет. Все, что касается пупсаров, это перепутаться. То есть строится вот какая-то модель на основе разумных предположений, и эта модель хорошо описывает особенности спектра радиоизлучения. Отсюда считается, что эта модель является, ну, рабочей. То есть никто туда на пупсар, конечно же, не влекал, и не смотрел, что это на самом деле. Ну, я к чему к тому, что на Земле... На Земле вот северный подвес, вот магнитный подвес, но они как-то, ну, все-таки не очень далеко. Да. Ну вот, существуют методики, ну, они как-то... Есть, у нас там три или четыре разных методики, которые противоречат фруктуру. По одной методике получается, что угол на этом пусаре и пробовидной туманности такой 5 градусов. По другой методике получается, что 85. То есть, ну, несколько отличающиеся в этой фруктузе, конечно же. Но так как мы наблюдаем два всплеска излучения от этого пусара в пробовидной туманности, все-таки более приемлемым является ипотеза, ну, предположение, которое в чем-то основано, о том, что все-таки практически это не были. Хорошо. Если вот посмотреть... Ну, как вообще соответствует отлучение пусара? Ну, опять, все, что я говорил, все это гипотеза, которая вот работает с ним. Если посмотреть внимательно на область коллизии магнитного полюса, то мы увидим следующую картину. Ну, здесь полюс вертикально поставлен, да? В этой работе было показано, и мы знаем, были первые, были первые, что вблизи магнитного полюса пульсара, помимо сильного магнитного поля, существует еще сильная электрическая поля, которая имеет компонент, имеет вертикальный компонент по отношению к поверхности пульсара. Это сильное электрическое поле вырывает электроны с поверхности пульсара и ускоряет эти электроны до энергии порядка 10 Т, то есть когда логанс-фактор электронов становится равным 10 в седьмой. Вот эти ускоряющиеся электроны, они излучают, и вот это излучение, это и есть излучение, которое вырывается из пульсара. Опять же, это упрощено. Потому что там много разных процессов, разных механизмов и так далее. Это один из, для меня, наглядных механизмов. При этом электроны, которые движутся вдоль искрегированных магнитных силовых линий, они могут испускать очень жесткие кванты, синтро-тронные, как там излучение перевозмерного называется. Эти кванты, гамма-кванты, в этом же энергетическом поле могут рождать электрон-поситронные пары, и таким образом как раз и возникает свой электрон-поситронный пульсар. Вот эта вот модель, которую мы очень упрощенно изложили, она достаточно хорошо описывает многие особенности в спектре радиоизлучения пульсара. При этом она считается рабочей. Однако, 20 лет назад было проведено систематическое исследование инкурсов излучения пульсаров храболитной туманности в очень широком геопозоне числа. Здесь как раз показана картинка, которую получили в рамках этого исследования. Здесь представлены зависимости интенсивности излучения, которая попадает в телескоп, от времени в течение одного периода вращения пульсара. Здесь мы видим четко импульсы от одного полюса и импульсы от другого полюса. Это так называемые импульсы, а это так называемые интеримпульсы. Все хорошо, но в определенном диапазоне часток были обнаружены неожиданные, удивительные и необъяснительные факты. Здесь получается, что интеримпульс смещается по фазе, вообще исчезает, здесь появляется опять и смещается по фазе, а кроме него возникает еще два явно разрешимых импульса, которые вообще непонятно откуда не идут. Такое ощущение, что именно на этих частотах вот это отверстие над магнитным полюсом вместе с этим полюсом смещается на 10 градусов где-то, а между северным и южным полюсом открываются еще два отверстия, из которых выходит излучение вот с этой фазмы. То есть очень удивительные вещи. Такое объяснение, оно не состоятельное, что при каких-то частотах появляется новый магнитный полюс. поэтому можно искать другие объяснения. И вот 20 лет эти объяснения дальше, пожалуйста. Вот тут вот на помощь пришли позитроны. Таким образом. То же самое электрическое поле, которое вырывает электроны из поверхности пульсара, оно может возвращать обратно на этой поверхности позитроны из нижних слоев электрон-позитронной плазмы. Вот эти позитроны, падая на поверхность пульсара, генерируют достаточно мощное в сумме переходное излучение, которое также точно, как и прямое излучение электронов, может попадать в телескоп. Но проблема в том, что одни позитроны, которые сюда летят, они проблем не решают. Почему? Потому что в среднем направление переходного излучения позитрона, оно в среднем совпадает с направлением излучения электронов. Поэтому никакого вот этого сдвига по фазе, который наблюдался в экспериментах или наблюдениях, не возникает. В связи с этим, Виктор Морисевич предложил интересную идею. Возможно, пульсар в параболитной туманности представляет собой нейтронную звезду, в которой, ну так скажем, центр магнитного поля, центр семейного магнитного поля, смещён относительно центра звезды. Причём, не только смещён, а ещё и поёт. Эта идея, она не является абсолютной. На самом деле, кто-то, когда-то для каких-то других целей успешно такой моделью производился. Вот. Но эта модель как раз позволяет решить нашу задачу. Потому что, в данном случае, среднее направление переходного излучения позитрона, оно уже будет отличаться от среднего направления излучения электронов. Таким образом, мы получаем вот этот искомый сдвиг по фазе. Так? Одно излучение направлено в другую сторону, чем излучение данного корпуса. Дальше. При этом, стоит отметить, что очень важно, что эти позитроны являются что эти позитроны, которые падают на поверхности звезда, являются полугодными. На какое расстояние? Ну, там на этой плазме. Ну, в центре, там же поверхность не ровная. Порядка 100 метров. Нет-нет, я имею в виду вот эта плазма, которая электрон-позитронная и от поверхности нейтрон-позитронная сколько? 100 метров. 100 метров? Да. Сама по себе нейтронная звезда, она в диаметре 10 км. На 100 метров 10л получается. Да? Ускорение. Но там равно же ускорение. Да, мы с вами. Так, дело в том, что профиль и плазм не ровный. Он очень меняется. Тут вообще зазон, тут вообще плазма нет. Нет, вот пример. То есть тут от 100 метров до нескольких километров, так скажем. Но реально, да, до 100 метров там может ускорение будет вести. То есть надо взять на два и так. Да. И так, очень важно включить электроны и не полукулы. Ну, действительно, вот задача переходного включения позитрона, который падает с кульса, двигаясь вдоль искривленной магнитной силовой единии, она подобна задаче по переходному излучению на пластинке, которая возникает, когда частица перед тем, как упасть на пластинку, ну, меняет направление движения. Это задача по уголовному электрону, который мы рассматриваем. То есть эти задачи подобны. Почему это важно? Потому что, как мы помним, переходное излучение полукулова электрона, оно зависит от части. Ну и про электроны, соответственно, тоже. Поэтому, благодаря этому, можно обеспечить вот это вот смещение интеримпульса только в определенную диапазонную частоту, как это и наблюдается. То есть если бы переходное излучение создавалось не полукулами, а одетыми частицами, то оно бы создавалось как бы одинаково во всем диапазоне частицов. А тут вот можно выделить определенный диапазон частицов. Но пока что это как и будет. Дальше. Да, ну, собственно говоря, что? В настоящем докладе мы рассмотрели ряд электродинамических процессов при высоких наобьях, общим свойством которых является наличие больших макроскопических областей, в пределах которых эти процессы формируются. Было показано, что наличие этих больших деинформирований может существенно областей, в которых происходит перестройка полей частиц, появляются полуголые частицы, что это может существенно проявляться во взаимодействии частиц с веществом. поэтому это обязательно надо учитывать. Ну, здесь приведен, наверное, далеко не полный список различных процессов и эффектов, которые как раз связаны с этим проявлением глухолых частиц и большим деинформированием. Какие-то из них были смотрены в докладе, какие-то стали запректированы. угол что это за угол? Это угол больше, чем угол раствора пункуса излучения. Тогда частицу можно считать по углу. То есть, характеристики ее излучения в дальнейшем будут отличаться от характеристик излучения обычной частицы. позитрон, который падает на поверхность пульсара, он движется по искривленной траектории, вдоль магнитно-силовой липы. Этот угол изгиба он значительно больше, чем угол пункуса излучения. Потому что, когда энергия гамма 10 в 7, это только 10 в минус 7. То есть, позитрон в ходе своего движения он отклоняется на угол значительно больше, чем угол раствора пункуса излучения. То есть, в момент падения на поверхность звезды его поле очень сильно отличается от угол. То есть, он является угол подношительным вопросом. То есть, является благодаря внесенному магнитному или электричеству? Ну, электрическое поле, оно гонит позитрон сверху вниз. То есть, благодаря электрическому полю позитрон вообще движется по этой траектории. А благодаря искривленности магнитно-силовой линии, в той, которой этот позитрон движется, он отклоняется и становится полуголом. На самом деле, если частица будет ускоряться в электрическом поле вдоль прямой, то ее поле тоже будет отличаться от полу. То есть, тоже ее поле будет возмущено. можно назвать частицей полуголом. Но в этом случае структура поля будет немножко отличаться от структуры поля, когда частица разделывается. Но тоже, конечно, когда частица не движется равномерно, прямолинейно, ее поле отлично открылось. Снова тут может быть. Хорошо. Какие вопросы? Я, прежде чем задать вопрос, я хочу рассказать эту вещь, которую я сегодня не упомянул, но в связи с вашим вопросом по поводу качества ускорителя. Дело в том, что когда возникает нейтронная звезда, происходит колоссальное сжатие. В результате этого сжатия в магнитное поле исходной звезды усилили, многократно. И магнитные поля пульсаров это 10-12 гаусс. Вот отсюда все остальное. Электрическое поле это уже производное сильнейшее магнитное поле извращения. Удал обязательно должен быть, иначе не будет эффекта пульсара, если эти оси совпадают вообще какие-то 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 которые я понимаю как раз. Ну это теперь вопрос. пожалуйста у меня немножко другой. Здесь на этих картинках это прямо не видно, но ясно что за эти картинки стоит какая-то дискриминация фуле компонент кулоновского фольга. Вот одни оказываются лучше, чем другие почему? Потому что когда Сережа говорит о рассеянии например электронных его происходит практически мгновенно т.е. очень быстро. А когда речь идет о восстановлении фольга оно происходит как бы очень менее. почему такая разница хотя то и другое связано с электричными полями Здесь мы просто использовали идеализированные модели что рассеяние происходит мгновенно. На самом деле конечно мгновенных рассеяний нет. реальный электрон движется по какой-то искривленной траектории. Но в ситуации когда размер области пространств в рамках которой происходит рассеяние значительно меньше длины формирования то с точки зрения излучения совершенно все равно электрон либо рассеивается по траектории вида угла либо он движется по плавной траектории. То есть излучение не различает особенностей движение электрона при делах длинных формирований. Поэтому для рассмотрения излучения с такими большими длинными формированиями или большими длинными волнами можно пользоваться упрощенной траекторией вида угла. Собственно говоря скорость рассеяния зависит от энергии электрона и от силы энергии а дальше восстановление фурие компонент зависит от относительной скорости электрона и скорости света. Восстановление фурие компонент происходит со скоростью света. Вот в системе отчета связанной с электроном восстановление фурие компонент происходит со скоростью света. Электрон упокоится во все стороны сигналы со скоростью света. Но если электрон ультравилитивистский, и вот в нашей системе отчета он движется с большой скоростью, то этот свет от него не очень быстро-то и отрывается. Вот электрон летит, ему нужно на таком расстоянии от себя восстановить поле. Это поле восстановится здесь, когда световой сигнал отсюда дойдет сюда. Но когда электрон летит с ультравилитивистской скоростью, то свет летит практически с такой же скоростью, как и электрон. Поэтому вот это расстояние, свет очень-очень-очень-очень долго будет проходить. И очень-очень долго на этом расстоянии будет восстанавливаться хурие компонента. Почему разные хурие компоненты за разное время восстанавливаются? Потому что разные хурие компоненты находятся, ну, сосредоточены на разных расстояниях от электрона. Самые жесткие хурие компоненты сосредоточены вблизи электрона. Поэтому до них сигнал доходит быстрее всего и быстрее восстанавливается. А низкочастотные хурие компоненты, они в основном сосредоточены подальше от электрона, поэтому до них долго-долго-долго может проходить сигнал. Из-за этого в хуриевских частотах больше для нашего мирования. Сейчас речь идет именно о хурие компонентах смысле разложения частот. Сейчас это по времени? Да, по времени разложения. Ну, а по хуриевенту хватит, как сказать. Это эволюция во времени не в терминах хурие компоненты. Если вы посмотрите в терминах хурие компоненты, так аккуратно будет, хурие компоненты зависят от координат. То есть в терминах хурие компоненты это выглядит так, что у вас есть статическая картина. Здесь электрон полугола, здесь нет хурие компонентов. А в этой области хурие компоненты есть. То есть если в терминах хурие компонент, то это как бы пространственная эволюция в ходе. Но если еще допишем туда множитель е степени минус и омега т, то добавится как бы эволюция в ходе. Когда мы говорим об эволюции во времени, мы говорим все-таки о интегралах всеми частями. То есть об эволюции во времени мы говорим о том, чтобы наглядно все было. Если аккуратно в терминах хурие компоненты, то это как бы эволюция в пространстве. Если аккуратно на тему. Есть вопросы? Пожалуйста. Готобенности спектра хуриера были в определенной частотой области. определенной аминьки. Вы как-то вот сравнивали позитронное излучение именно с этой областью, как бы коррелировало? Ну да, конечно. То есть нужно было найти параметры движения позитрона, характеристики движения позитрона, которые удовлетворят излучению именно в этой области частоты. То есть в результате модели, которая была выбрана, она в принципе не является какой-то абсурдом. То есть, конечно же, для того, чтобы позитрон, который упал на поверхность звезды, излучил туда именно в этой области частот, нужно подобрать параметры движения. То есть ускоряющие поле, зависимость ускоряющего поля высоты, там начальная скорость позитрона, то есть много параметров надо подобрать. То есть много параметров берутся руками для того, чтобы удовлетворить вот экспериментальным результатом. Но если эти параметры не будут абсурдные какие-то, то ничего об этом говорить. Но то есть наблюдаемым спектром можно удовлетворить при вполне реальной картине движения полетра. Существуют теоремологические эффекты не для электронов, как бы даже приедут в этот ход? На самом деле все эти эффекты, они связаны с конечностью скорости распространения света. То есть эти эффекты, они существуют для всего. Просто где-то они активнее изучаются, где-то они более явные, более просто их увидеть. Вот об этом и говорили. На самом деле они существуют для всего. То есть любой источник поля, которого у вас не было, если он будет релятивистский, если с ним будет что-то происходить, то будут такие же точные эффекты перестроены. То есть это исключительно связано с конечностью скорости распространения света. Там и графики были на 16-м. Можно показать, что за ничего не нравится. Тут получается для фиксированных частот эти графики, да? А есть какие-то особенности? То есть это такой характер для всех частот, или для каких-то этих частот есть какие-то особенности, которые можно еще исследовать и как применять? Ну конечно, графика будет разная для разных частот. То есть отличие, вот это отличие будет заметное, в том же случае, если частота такая, что длина формирования больше, чем расстояние между точкой рождения и пласти. Там не количество этих пиков, и их отношения между ними тоже как-то зависит от частоты, да? Конечно. Количество пиков зависит от частоты. То есть, если вы, например, отодвигаете эту пластинку очень далеко, очень далеко, на расстоянии больше, чем длина формирования, значит, конечно. То вот эта кривая вот в эту кривую не перейдет. А что произойдет? Частота осцилляции в этой кривой будет очень большая. И среднее значение вот этих осцилляций как раз будет совпадать с этой кривой. Может произойти. То есть частота пиков. То есть эти графики, они очень чувствительны. То есть с увеличением расстояния у нас будет очень-очень много вот этих пиков на самом деле. Срединации будут в усреднении похожи на радио. Да, да. Ну, обычно в реакторе есть какое-то конечное разрешение. То есть, понимаете, очень быстрая осцилляция, здесь можно просто верить. Поэтому мы будем сильно верить в эту вот кривую. А при этом кривую-то пиков она будет очень-очень много. Или что будет за кривую-то? Ну, конечно. Ну, как? Нет. Ну, они должны одинаково осциллялировать вокруг вот этой вот кривой. То есть, они не будут бесконечные расстояния. Тут там в два раза больше, в два раза меньше, в два раза больше, в два раза меньше. Ну, точнее, там в четыре раза, так получается. Ну, сюда смотрим. Есть еще? Давайте поблагодарим.